В школах в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 время начала уроков и перемен устанавливается индивидуально для каждого класса. Общешкольные звонки подаваться не будут. Дети могут находиться в школе без масок. В случае, если ученик решил использовать на занятиях маску, то нужно помнить, что маску необходимо менять каждые два часа. Поэтому из дома нужно взять с собой несколько чистых масок. Классный руководитель встретит учеников в школьном дворе в назначенное для класса время и в определенном месте. После того, как соберется весь класс, учитель проводит своих учеников к выделенному для класса входу в школу. В фойе всем ученикам измеряется температура тела бесконтактным термометром. Если она окажется выше 37,1 градуса, то школьника проводят в отдельный кабинет и пригласят родителей. Если ученик решил использовать маску, то ее необходимо правильно надеть. Обработать руки антисептическим средством, взять маску за ушные петли, надеть маску на лицо, расправить специальные складки на маске, обработать руки антисептическим средством, нажимая на дозатор предплечьем или локтем. При замене маски необходимо сначала обработать руки антисептическим средством, затем снять маску за ушные петли, утилизировать ее в урну, вновь обработать руки антисептическим средством и надеть чистую маску. После прохождения санитарного фильтра в фойе ученик переобувается в школьные туфли. Затем обрабатывает руки антисептическим средством, нажимая на дозатор предплечьем или локтем. Верхнюю одежду в осенне-зимний период можно оставить в гардеробе для вашего класса. Далее следуйте за учителем в кабинет. Все уроки, кроме физкультуры, труда, химии и физики, будут проходить в одном кабинете. Педагоги сами будут приходить на занятия в ваш класс. На уроках физкультуры следуйте рекомендациям педагогов. Во время занятий старайтесь не трогать руками лицо, не берите в рот ручки и карандаши. В случае, если уронили канцелярские принадлежности, обработайте их, а также руки антисептическим средством. Во время перемен освободите класс для проветривания. Посещение столовой будет проходить для каждого класса в назначенное время и согласно указанному маршруту. В столовую вас проводит учитель, который в это время ведет занятия. Перед едой вымойте руки с мылом, а затем займите место, отведенное для вашего класса. При посещении санитарной комнаты обязательно мойте руки с мылом или обрабатывайте антисептическим средством. Это нужно сделать до совершения туалета и после него. После окончания занятий следуйте за учителем к выделенному для вашего класса выходу.